Сейчас у нас будет Лариса рассказывать очень интересную тему. Это наш клинический психолог с огромным опытом, которая имела возможность работать в МЧС 10 лет, работать в хосписной помощи 5 лет. Это человек, который обладает совершенно уникальными знаниями и умениями. Сейчас расскажет вам про выгорание медицинских сестер. Спасибо большое, Ирина Владиславовна. Сейчас у нас немного времени на эту тему. Тема, конечно, обширная и такая достаточно дискутируемая, потому что синдром выгорания, он неоднозначно воспринимается и в профессиональной среде, и самими участниками процесса. Можно следующий слайд? Ну вот история людей, помогающих профессией, она вот в этой фразе. Это Карл Роджерс, основоположник гуманистического направления психотерапии. Это человек, который действительно всю свою жизнь посвятил помощи другим людям. Ну и примерно вот к 75 годам понял, что как-то о себе заботиться-то тоже надо. Как правило, действительно мы начинаем обращать внимание на себя, когда мы уже дошли не просто вот до красной черты, а уже за нее перешагнули. Я могу сказать о себе, это не про выгорание, то есть я в себе выгорание не признаю. Я вам могу сказать, что даже мой, в общем-то, личный психотерапевт, с которым я обязательно прохожу супервизию, он тоже говорит, что выгорания нет. Но есть очень большой, был точнее, очень большой, большое нарушение баланса энергии. Но об этом чуть позже поговорим. Итак, сегодня мы как раз будем говорить о том, что же с этим можно сделать, какие признаки и что можно с этим сделать. Не так давно стала разрабатываться эта тема, но вот, как вы видите, 50 лет назад, даже чуть меньше. И выделены как общие факторы, которые можно условно назвать синдромом эмоционального выгорания, так и для каждой профессии свои специфичные. Группа риска, вот, пожалуйста, все, кто работает с людьми. Все, кто, вот эта профессия, которая раньше называлась человек-человек, непосредственно контакт с людьми и все связанное с оказанием помощи людям. Очень интересны временные особенности проявления синдрома выгорания. То есть, считается, что до трех лет его еще нет, а после 15 уже нет. Поскольку у меня стаж работы с людьми уже превышает 30 лет, я переросла все свои выгорания. То есть выгорания у меня нет. Чтобы заботиться о других, надо уметь заботиться о себе. Знаете, вот этот постулат я каждый раз пытаюсь донести до родителей. Что забота о себе – это не эгоизм, это забота о своей семье. Так и у тех, кто работает с людьми. Забота о себе – это ваш, наш с вами профессиональный долг и профессиональная обязанность. Мне очень нравится метафора, я не помню, где я ее услышала, про машину. Если вы едете, у вас полный бензобак еще там сзади, запасная канистра лежит, вы видите, на обочине стоит машина. Водитель голосует, говорит, бензин-то у меня закончился. Вы останавливаетесь, налили ему, он доехал до забравки, и вы спокойно поехали дальше. Если у вас чуть-чуть плещется там на дне собственного бака, каким бы вы прекрасным, чудесным, желающим помочь человекам ни были, вы ничем ему не поможете. Нет, вы можете, конечно, отлить свои последние капли, поделиться этими каплями, вместе проедите 10 метров, и там, в общем-то, вместе заглохнете. И будете ждать того, у кого еще сзади полная канистрочка. Поэтому забота о себе – это профессиональная обязанность. Когда-то нам, вот когда я еще работала в МЧС, вообще очень четко было сказано, мы немножко на это подобиделись, но потом поняли, что, наверное, это справедливо, что, уважаемые, если вы ощущаете, что вы повредились, ну, вы в этом виноваты. Вы должны четко фиксировать моменты, когда вы профессионально начали уставать, отставать, когда у вас пошли там ваши всякие травмы, прочие стали актуализироваться, и сами обратиться за помощью. Ну, мы психологи, мы действительно там профессионально умеем эти вещи отслеживать. И при этом у нас была внутренняя договоренность между сотрудниками. Если ты заметишь, что со мной уже что-то не так пошло, пожалуйста, мне об этом скажи. Это важный фактор. Наверное, медицинским сестрам сложнее отслеживать, что со мной что-то не так. Потому что, ну, я работаю, работаю, работаю. Моя задача – четко, быстро, правильно выполнять все, что я должна сделать. Ну, и здесь еще, конечно, у медиков, наверное, в отличие от всех остальных людей, работающих с людьми, есть в основе профессионального выгорания может лежать чувство профессиональной вины. Вот это вот чувство ответственности не только за свою работу, но и в целом за всю медицину. И вот эта необходимость информировать пациента и его семью о неблагоприятном прогнозе для об ухудшении состояния. И вот именно вот здесь тоже очень такой болевой момент. Тот, кто сообщает, тот, кто несет плохие вести, у него ощущение, что он несет, ну, вот здесь чувство своей собственной вины. Тема вины – это для отдельной, большой тоже еще, наверное, целой программы. Почему? Что это за вина? Это, знаете, такая экзистенциальная вина, которая, скорее всего, она связана с тем, что, ну, мы понимаем, что мир не должен быть таким, какой он есть. А если он такой, значит, в этом часть вины каждого из нас. Мы в нем живем, мы в этот мир что-то привносим. Медицинские сестры, они очень близки с семьей и с пациентом. И вот это вот сближение, оно еще больше вызывает ощущение личной и персональной ответственности за все, что происходит. И вот это вот ощущение своей какой-то вот вины, какого-то своего несовершенства – это нормальный психологический процесс, потому что когда у нас умирают пациенты, ну, наверное, понимаете, вот когда умирает близкий, когда умирает пациент, это ощущение остановленной жизни. У тебя с этим человеком были как-то вот планы на годы вперед. С больным у вас тоже какие-то, ну, так, примерно перспективные, что я должна еще ему дать, успеть, сделать, насколько… Ну, то есть это жизнь туда, вперед. А на раз и закончилась, и осталось очень много нереализованного ощущения, что не успел, не доделал, именно потому что там жизнь остановилась, не потому что мы не доделали. Есть невозможность здесь и сейчас реализовать свой потенциал. Я же могу, я же еще вот это, я же это, а уже все. Уже не на… Вот уже жизнь этого конкретного человека закончилась. Есть нереалистичные ожидания, связанные со своей профессиональной деятельностью, и социальные ожидания установки, которые я часто слышала и слышу до сих пор. Дети не должны умирать. Ну, вот еще сто лет назад дети умирали у богатых, у бедных. Они умирали везде, и социальная установка и принятие детской смерти было совершенно другое. Сейчас, когда ребенок умирает, проигравшим себя чувствуют все. Родители, в первую очередь, врачи, медсестры, все, кто ухаживал за ребенком. Это 21 век, дети не должны умирать. Откуда вот взялась вот эта вот легенда? Ну, наверное, от гордыни нашей. То, что мы, извините, шагнули куда-то там в плане прогресса, не значит, что мы остановили смерть. Ну, вот такие вот установки, они очень тяжело влияют личностно. И возникает ощущение действительно вот какой-то безнадежности и бессмысленности всего происходящего. Что, что бы мы ни делали, ребенок все равно умрет. Ну, и смысл тогда. Ну, вот что я здесь делаю? Зачем? Зачем тогда все это? С этим очень часто я сталкиваюсь при работе с родителями. Когда умирает ребенок, который долго болел, почему-то у тех, кто к этому не причастен, возникает иллюзия, что родители должны чувствовать облегчение. А какое? Ну, во-первых, это горе, потому что умер любимый ребенок. А во-вторых, в его жизнь и здоровье вкладывалось столько, что когда жизнь заканчивается, вот это идет обнуление. А зачем тогда все это было? Аналогичное могут испытывать и переживать, конечно, и врачи, и медсестры, потому что чем больше ты вкладываешь в человека, тем больше ты как-то ожидаешь, что это принесет результат. Ну, и помимо вот этих вот критерий, еще чисто профессиональные критерии, как строгая регламентация работы, много задач, сроки исполнения нереалистичные, отсутствие поддержки со стороны коллег, повышенный такой критицизм внутри коллектива, психологическая напряженность, конфликтные отношения. Очень важна атмосфера внутри коллектива, вот в таких вот организациях, как наши, да, когда ты работаешь, вот, бок о бок, и результат зависит именно от командной работы. Вот если в команде плохо с межличностными отношениями, выгорание и текучка будет очень высокая. Там, где нет возможности обучаться, профессионально совершенствоваться, есть какие-то неразрешенные внутренние конфликты, вот все факторы, которые могут приводить к тому, что все, я не вижу смысла своей профессии, все плохо, все, вот надо уходить, а это не про профессию. Собственные травмы, заболевания. Вот этот вот перенос, да, когда ребенок, за которым ты ухаживаешь, который болеет, похож там на твоего собственного ребенка. Когда возникают этические вопросы, напоминающие о том, что мы сами как-то плохо заботились, заботимся о своих детях. Вот эти вот собственные какие-то истории, когда мы выходим из профессиональной роли и входим в роль матери, подруги, еще кого-то. Ну, то есть, вот очень важно держать именно профессиональную роль. Как только мы из нее выскочили, мы можем получить переносы, которые только ухудшают нашу ситуацию. Ну, проблемы внутри семьи, потери внутри семьи, финансовые сложности, это все тоже способствует вот этому ощущению, которое напрямую вообще с работой не связано. Но мы почему-то, ну вот, всегда же хочется найти виноватого, чтобы понять вот в чем, да, вот мне плохо, потому что я больше не могу, вот все, все дело в работе. Вот если я сменю работу, все будет хорошо. Нет. Ну, можно взять там чемодан и переехать на другую квартиру, в другую страну, от себя не убежишь. Так и здесь. Если вот чувствуешь, что тебе вообще плохо, проблема не в работе, проблема в тебе. Вот здесь надо разбираться. Но мы чаще всего именно меняем работу, меняем мужей, меняем место жительства и все это дальше несем с собой. Еще фактор выгорания – обесценивание. Обесценивание вообще самых положительных ситуаций. Все, меня ничего не радует, все плохо, нет сил, отставьте меня в покое. Вот если вы постоянно начали в себе отслеживать регулярно, вот это я ничего не хочу, у меня нет сил, меня ничего не радует, но вы в группе риска. На всю окружающую действительность идет перенос эмоций. Мы никому не верим, мы ни во что не верим. Нам кажется, что вот все тут вокруг нас какую-то вообще разлюли малина. Вот что-то они все из себя изображают. Что-то вот... У нас, когда я работала еще в МЧС, на горячую линию, в обычном режиме поступали звонки просто от людей, нуждающихся в психологической помощи. Была постоянная абонентка, женщина с психиатрическим диагнозом, и она любой вообще разговор с психологом завершала одной и той же фразой. Пока Царствие Божие на Земле не наступило, любой оптимизм я считаю преждевременным. Вся работа психолога таким образом обнулялась. Ну вот... Вот примерно так себя чувствует человек, тот, которого именуют выгоревшим. Нет в этом мире ни радости, ни смысла. Симптомы выгорания. Эмоциональное истощение. То есть подавленность, опустошенность, вот только раздражение, вот только я подумаю о работе, и меня трясет, да, и у меня там силы пропадают. Я ненавижу работу. Все, я больше не могу. Как тоже когда-то говорил моя коллега, единственное, о чем я мечтаю, лес, землянка и коза. Все. Я больше не хочу людей этих видеть, я их не хочу слышать. Все. Деперсонализация, когда и дегуманизация. черствость по отношению и к коллегам, и к пациентам, и к пациентам, и хуже того, к членам семьи. Вот по отношению ко всем. Это не потому, что человек становится злым и жестоким. Это потому, что когда мы работаем вот здесь, вот на грани между жизнью и смертью, постоянно чужой болью и чужим горем, ну, психика устроена так, что она на пике эмоций, тем более негативных, долго быть не может. И мы начинаем подкручивать вот эту вот ручечку. Я не хочу больше, ну вот, я не хочу этих страданий, я не хочу сама переживать страдать. И я подкручиваю эту ручечку страданий, типа, да, мне не сильно, меня это и волнует, да нет, нет. И мы перестаем остро воспринимать и страдать. Но тут есть ловушка. Когда мы перестаем, когда мы запрещаем себе чувствовать негативные эмоции, страдать и, ну, вот, вот, быть людьми, мы перестаем испытывать положительные эмоции. Нельзя подкрутить негатив только и оставить позитив. Вот это алекситимия, это тоже такая, в общем-то, большая проблема людей, которые работают в экстремальных условиях. Ты вообще перестаешь что-то ощущать. Но ровно потому, что ты не хочешь ощущать боли и горе. Ну и редукция личных достижений, когда тебе ты сам себя начинаешь обесценивать. Все, что я знаю, все, что я делаю, да ерунда какая-то, вообще я, в общем, не особо что умею, и учиться я уже ничему не хочу, смысла этого нет, в этом нет, и сил у меня нет, и желания нет. И вот это вот ощущение ничего не достиг в жизни. И все, ну вот весь этот набор факторов, он, конечно, прежде всего требует не смены работы, а именно личной терапии. Уровни выгорания вот эти вот, я их сейчас не буду зачитывать, не буду тратить времени. Ну, собственно, выражены высокие и очень высокие. Вот на высоком и очень высоком, если дойти до этих уровней, мы теряем специалиста. Синдром выгорания, он опасен чем? Тем, что человек уходит из профессии. Хороший, сложившийся, опытный, многоумеющий, знающий специалист уходит из профессии, потому что он говорит, я больше не могу. Потеря, вот срывы физического здоровья, сердечно-сосудистая патология, депрессивный невроз, это идет на уровне проявлений. Синдром хронической усталости, прокрастинация, трудоголизм, это тоже, в общем, все из этой же истории. Но там мы не теряем специалиста, но там падение работоспособности идет, либо наоборот, полная вот эта вот включенность в работу, и кроме работы в моей жизни больше нет ничего, что тоже очень плохо сказывается на специалисте. Астенические неврозы, ипохондрические неврозы, вот это последствия того, что мы не любим заботиться о себе, считаем это нам некогда, это неправильно, это, в общем-то, ну как-то у нас нет для этого возможности. Мы должны заботиться о других. Мне вот, наверное, даже, мне не очень нравится, я, правда, не люблю вот термин выгорания, он какой-то, а вот мне больше нравится вот этот вот термин, предложенный когда-то американским профессором в области семейной терапии, усталость и сострадание. Люди эмпатичные, те, кто очень отождествляет себя с больными, у которых вот прям вот этой вот границы между собой и другим человеком нет, которые чужое страдание воспринимают как собственное, вот там и наступает вот эта усталость и сострадание, потому что, опять же, человек не может долго быть на пике переживаний, а он с каждым новым человеком проходит вот этот путь снова и снова, чужой боли, чужого страдания. Если мы осознаем это, если мы четко отслеживаем и переживаем, ну, вот это в себе признаем, все это совершенно, ну, то есть нормально, и все с этим можно жить, и жить очень хорошо. Ну, просто надо, надо на это обращать внимание. Ну, и выход, естественно, из всего этого есть. Есть меры, которые необходимы, необходимы, ну, то есть вот это то, что один из элементов заботы о себе, он очень важный, он должен быть, но это не то, что, ну, то есть это всегда действует в моменте и чуть-чуть после, но в целом это не спасает. Забота о себе, ну, то, что большинство считает заботой о себе, то есть развлечение, отдых, там, какие-то физические упражнения, приятное время, проведенное с собой, это действительно очень важно, но это не спасательный круг, не полностью. К заботе о себе вот еще, что должно обязательно добавляться. Вот это будет уже, если будет еще все это, вот это будет и необходимо, и достаточно. Постоянный профессиональный рост, повышение квалификации. Вот когда человек всегда учится, буквально недавно, на днях написала подруга, которая, в общем, давно доцент университета, ну, то есть она, господи, доктор, да, и заведующая кафедрой и прочее, она пошла учиться еще преподаванию на английском языке. И она говорит, мне 57 лет, и я бегу защищать диплом, у меня руки дрожат, как у студентки. На год обучилась, и говорит, это же прекрасно. Вот оно, вот понимаете, вот это история. Участие в семинарах, лекциях, мастер-классах, конференциях, это необходимая, просто вот вещь для того, чтобы быть живым и хорошим специалистом. И группы поддержки, то же самое. Балентовские, супервизорские, интервизорские, это все, что помогает не тащить внутри себя то, чем можно поделиться. Ну, и взаимная поддержка. Вот, да, я опять скажу, что коллектив, это, наверное, основа взаимоотношения в коллективе, основа личностного благополучия каждого из сотрудников. Поддержка, помощь в конкретных задачах, практические советы, готовность делиться там и профессиональным опытом, а также еще ощущение, что я могу поделиться там своими мыслями, своими переживаниями, своими ошибками, и это для меня будет безопасно. Ну, и самое важное, это поддержание смысла профессиональной деятельности и самоанализ. Самоанализ, это вот как раз вовремя отследить, ну, а где это я чем сейчас повредился, интересно, где это меня зацепило, крючок, почему именно именно с этой семьей вот такие отношения. А поддержание смысла, его нельзя выработать один раз и на всю жизнь. Мы ищем смыслы каждый день. Вот каждый день, каждый месяц, каждый этап жизни я ищу новый смысл, ради чего я здесь работаю и сюда иду. и вот это вот ради чего я это делаю. У нас, к сожалению, нет времени для того, чтобы прямо здесь вы могли провести самоанализ, но я так понимаю, что презентация, она будет находиться в общем доступе, и вы можете для себя сделать, собственно, определенные выводы, пройдя вот этот очень короткий опросник. Ну и как определить, что я вообще эмоционально здоров? Если отсутствуют или прекратились навязчивые мысли о работе, то есть вот когда вы на работе, это не навязчивые мысли, это правильные, нужные рабочие мысли. Но когда вы вышли с работы и продолжаете думать только о работе и больше ни о чем, вот это уже про навязчивые мысли. Специалист может сам контролировать свое настроение. Вот эта история, что у меня сегодня плохое настроение на работе, у меня сегодня хорошее настроение на работе. Да, мы все действительно там люди, у нас есть настроение, на работе мы специалисты и сотрудники. Мы пришли и наше настроение не должно влиять ни на пациентов, ни на коллег. Вот это вот наше настроение, оно на работе, рабочее, оптимальное, безопасное для всех. Ощущение вот этой вот, знаете, гармонии внутреннего мира. Мне хорошо с собой и с миром и радость и интерес к жизни. Вот постоянно, когда человеку интересно жить, он эмоциональный и психически здоровый. колесо жизненного баланса тоже очень интересная методика, которая позволит вам визуально посмотреть, где у вас провалы. Ну, здесь, в общем-то, предложено 8 сфер, можно на самом деле это сделать по-другому. Вы берете, пишете в столбик все, что для вас важно в этой жизни, все, что вы считаете важным. Там может быть 8, 10, 4, 5 пунктов. Дальше окружность, делите на такое количество секторов, сколько у вас пунктов и начиная снизу, знаете, как вороночку заполняете. Вот чисто интуитивно, насколько у меня эта воронка заполнена, насколько я удовлетворена вот этой сферой жизни. И вы смотрите, что где-то у вас 10 баллов, а где-то 0. Для того, чтобы быть, для того, чтобы чувствовать себя нормально, вот именно сбалансировано, все вот эти вороночки, они должны быть плюс-минус заполнены одинаково. 5-7, ну, чтобы было куда расти. Ну, в общем-то, вот эта схема от меня взята из Оксовского учебника по палеоативной помощи. У кого есть возможность прочитать этот учебник, прям очень рекомендую. Там очень много нужных, важных, полезных знаний, информации, в том числе и касательно того, как сохранить свое профессиональное здоровье. И в конце немножко лирики. В общем-то, Херон мудрейший целитель страдающего человеческого тела. И он ранен и целитель по греческой мифологии. То есть, это тот, кто учил своего ученика о склепии, тому, что каждый врач имеет собственную рану. Быть человеком, это значит быть ранимым, уязвимым, несовершенным и смертным. осознавать это и признавать это, это нормально и правильно. Мы такие. И осознание и признание это дает нам как почву для сострадания другим, так и почву для того, чтобы держать себя в здоровом, сбалансированном состоянии. Будет хорошо нам, будет хорошо тем, кто рядом с нами. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok